Так, я благодарю вас, кто вы нашли время выйти на площадку и приобщиться к тем сведениям, которые я хочу вам подать и подам. Для начала просто организационные некоторые моменты, потому что мы сейчас ввели второй вебинар, извиняюсь, еженедельный вебинар, но по разным причинам показывает такой первичный анализ, что немножко надо формат менять, не отменять его еженедельно, но и менять формат. И скорее всего он будет где-то получасовой, минут 40, не больше. Может быть уже начиная со следующего раза, или я сегодня успею. Я бы сегодня постараюсь покороче его сделать так. Вот. И формат его будет таков, что, значит, будет как бы важное, самые важные вопросы, и одна какая-то тема рассматриваться, значит, не, значит, слева направо и сверху вниз или снизу вверх, а будет концентрация на какой-то определенной теме. Тем более, что к этому сейчас располагает то, куда мы все с вами вместе торжественно под панфары коронавируса и пандемии, или как пандемии, как ее тут называл Анатолий Дарвич, кто его слушал, идем. Но это говорит о том, что, еще раз говорит о том, что мы с вами родились и находимся в эпицентре, или, скажем, рядом с эпицентром больших перемен. И об этом мы поговорим в следующий раз, потому что переформатизация происходит повсеместная. Это наиболее, или, скажем так, наиболее, ну, скажем, благоприятный, что ли, пока трудно сказать, формат или же способ многоизменений ввести в то, где мы находимся. То есть не через какую-то, знаете, понимаете, есть болезнь общества, и без каких-то там, скажем так, прединфарктных или инфарктных событий. Хотя переживать приходится сейчас очень непростые времена. Вот. Я об этом как раз и говорил в определенной степени Юницкий, причем я на этом отдельно еще остановлюсь сегодня. Итак, давайте посмотрим, что сегодня, значит, я просто прокомментирую очень быстро, значит, интервью Анатолия Юрьевича Юницкого. Важно то, что экспо, вероятно, будет. Есть сценарии, как в этом случае поступить, но очень четко обозначено, что мы не участвуем в экспо, потому что это дорого, во-первых, во-вторых, деньги заплатим, неизвестно, когда оно будет. Когда оно будет, то у нас есть своя экспозиция. Это инновационный парк в Шардже в 10 километрах от экспозиции, экспозиция 220-20. И практически там прекрасно все можно показать, увидеть. Организована будет доставка туда, привоз обратный и так далее. То есть своя, так называемая, выездная экспозиция. Пункт раз. Пункт два, значит, что касается совершенствования развития технологий соединений в металлоконструкциях. В двух словах буквально, что это связано с тем, что строительные нормативы конструкции, которые строятся в Шардже, они приравнены к конструкциям путеводов и мостов, мостовых соединений и так далее. И на них нагрузки значительно больше, нежели на путевую структуру у нас, которая рассчитывалась и делалась в Минске, извиняюсь, в Марьиной Горке. Вот, и поэтому, когда пересчитали, посмотрели, как обеспечить нагрузки, которые должны быть на мостовые конструкции и соединения, то представилось, что если столько нагрузок будет, то соединения сварные, они требуют как бы изменений. Пришли к выводу, что будут применены, пересчитали все и конструкции рассчитаны теперь на болтовые соединения, которые значительно, то есть обеспечивают срок жизнедеятельности конструкции более 50 лет и так далее. Это первое. Второе очень важный момент, это говорит о чем? О том, что процесс идет, и очень важно, появилось еще одно технологическое решение в процессе. Привязка технологии, технологические решения к нормативам происходит, оно идет, это вот одно из проявлений, о котором я говорил, оно здесь было мной описано, и второе, что, скажем, этот процесс очень такой для нас позитивный. Остановлюсь на БМКР, о которой уже была речь, но и другие, как Юницкий об этом сказал, просто пару аспектов. Первое. То, что там говорят, пусть говорят, это реклама для нас. Второе. Надо понимать, что у города или у муниципалитета, или у муниципальных властей есть различные партнеры, и они обязаны разрабатывать видение мобильности города. Эта компания, скорее всего, привлечена в свой. А почему применили, показали там все разработки, или, скажем так, картинки и прочие дела, технологии Skyway, или технологии, которой мы занимаемся. Ну, это дело, скажем так, трудно прокомментировать. Просто нас пропиарили, не думая об этом. Конкуренция. Есть ли опасность конкуренции отсюда? Но эта компания не позиционируется как строитель, во-первых, хотя у нее есть строительные проекты, тоже рассматривались. Но все поставить на место. А, и защищены мы в первую очередь, как Юницкий сказал, это патенты, реклама, те выставки, на которых мы участвовали, где это все представлено, те заключения и прочее. Плюс самое важное то, что тендер госпоставок, которые могут и будут в любом случае, там мы спозиционированы абсолютно, ну, скажем так, на голову выше, если не сказать, что просто спозиционированы свои технологии. Поэтому здесь этого не стоит бояться. Вот. И теперь последняя мысль, которая вначале им была сказана, то, что пандемия или все вот это, значит, все, что связано с коронавирусом и его подачей, это как бы говорит о том, что есть более страшные вещи, это то, что экология нарушена, гнет природы надо снижать, иначе природа может подкинуть еще более страшные, более, скажем, действенные вещи, чтобы нас призвать к разуму и разумному миссию. Это серьезный глобальный звонок. Вот. Но что из этого можно сделать вывод, вот как бы я делаю вывод, это то, что это тоже работает на нас, понимаете? Потому что в период перестроя, вот мы сегодня тут беседовали по скайпу с чиновниками одного из городов в Эстонии, который очень заинтересован новой технологией, вот, и там было сказано, что, да, в период перестройки, перемен, в первую очередь инфраструктурные проекты начинают преобладать, а наш проект чисто инфраструктурный, и на это всегда должны быть найдены деньги и средства. Причем технология инновационная, новая и так далее. Поэтому это тоже работает на нас. Я уже не буду дальше здесь развивать, потому что то, что сейчас будет происходить, я об этом расскажу на следующем вебинаре. И это тоже вода на нашу мельницу, потому что мир переформатизирует, он начинает меняться так, чтобы больше не, значит, внести природу, чтобы общество, социум жил по другим правилам. Об этом поговорим отдельно. То есть, Юницкий это тоже коротко обозначил. Теперь вопросы. Значит, влияет на проект Скавей? Юницкий на это ответил, этот вопрос задают все время. Вот, влияет, но он влияет положительно, потому что он как бы создает, расчищает, как бы, авгиевы конюшни или начинает влиять через болезненные процессы, дорогие друзья. Мир больше не вернется обратно в такое состояние, в каком он был. Да, конечно, любая болезнь, это, умирают люди, это очень-очень печально, понимаете? Но и в транспортных этих самых различных несчастных случаях погибают тоже люди. Люди тоже погибают. И транспортные смерти, которые произошли за счет дорожных, скажем так, транспортных происшествий, они стоят на пятом или на шестом месте. На первом месте, пардон, в мире по, скажем, умираемости или по смертности стоят женские, значит, аборты. Я прошу прощения, это более шести миллионов людей уже умерло в мире с начала года, понимаете? А вот все, что связано с коронавирусом, это во второй десятке смертей, которые приносит. Но тем не менее, тем не менее, этот процесс, он так подан и так сейчас используется, что очень много изменений произойдет. На меня большое впечатление произвело выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который очень системно показал, что государство должно делать и обязуется делать в ситуации, которая есть. А это говорит о том, что происходить будут колоссальные изменения. Вот. И об этом, не об этом, не о России, а вообще о том, что нас ждет, об этом еще поговорим. Поэтому, коротко, влияет коронавирус, естественно, влияет, но в хорошую сторону, если так можно сказать, он, по крайней мере, не мешает настоящему процессу, а создает определенные предпосылки. Тем более, если мы начнем говорить о ОТС, то есть, околоземной транспортной системе. Но это следующая история. Курс рубля, под этот подпункт, я сюда подведу, по крайней мере, наша система, в том числе, значит, GTI стабильно держит курс рубля к доллару и наши гарантии. Это наша гарантия, что, скажем, до конца месяца он стабильный, хотя вы видите, что происходит с рублем, с другими национальными валютами. Там есть, но главное, что по рублю это, так вот, скажем, выдержано. Дальше, я приведу здесь вопросы, использовал, которые были среди вьетнамцев. Будет ли стройка у Пагады Лой Ам? Будет, я ответил, Лой Ам это в Холонге, проект, не проект, а исследования, которые были начаты в прошлом году. Проведены определенные работы, но, значит, под влиянием того, что произошло там на телевидении в ноябре месяца, это немножко притормозило, и сейчас тормозит этот процесс, его, как бы, более динамичное прохождение дальше коронавирус. Он тормозит, но он дает возможности более основательно проработать аналитику, проработать видео, значит, анимацию, подготовиться к поездке в Эко-технопарк, который готовится. Уже засобиралось то же самое телевидение туда поехать, только, значит, они собирались в апреле, теперь, говорят, наверное, в мае. Ну, процесс идет, поэтому проект, он еще не родился, поэтому правильно говорить о том, что... Для этого все делается, чтобы предпроектное исследование там завести до конца, и принять решение, а решение примет в первую очередь генеральный подрядчик, это Global Transport Investment, что стоящий этот проект или нет. Поэтому процесс идет. Расскажите о плане управления рисками Skyway, вернее, извиняюсь, SWC, Sky World Community. У площадки нет своих рисков, она или функционирует, или не функционирует. Есть определенные риски, как она может развиваться или не развиваться, это не тема, и они обычно не раскрываются, если финансово проводящая площадка, это достаточно закрытая тема. Но, если это касается, и человек видел здесь именно риски, которые связаны с основным проектом, то это очень хорошо расписано в бизнес-плане, там это все можно увидеть, посмотреть. Риски там шикарно расписаны. Так, четвертый вопрос. СТО будет для адресных проектов или вопрос, и когда будет СТО? Или для чего-то еще другого? Нет, вы знаете СТО, если вы посмотрите белую бумагу, white paper, там показано, что есть сумма, естественно, там расписана вся стратегия, куда использоваться будут средства, там есть размещение первое, как я уже показывал, уже сегодня не стал здесь приводить эту схему, там 60 миллионов, там 150 миллионов и так далее, и так далее. Вот, это вот проекты, все, которые через площадку будут проводиться, это первое. Вот, и когда будет СТО? Дата есть, ориентировочная дата. Я считаю, что начать то, что там обозначено в белой бумаге с 1 июля нынешнего года, к этому моменту должна быть подготовлена вся организационно-правовая документация и организационные шаги, чтобы СТО проводить. То есть, все-все-все элементы разрешительные и подготовительные должны быть осуществлены. В первую очередь, должна быть иметься лицензия, чтобы это делать самим на своей площадке блокчейн-платформы. Можно использовать и услуги, но целесообразно сделать, и все сейчас для этого делать. Какого числа? Будет объявлена дополнительная. Но ориентир я пока имею, других данных не имею, кроме белой бумаги, и я считаю, что это ориентир на 1-е, 0-е, 0-е, 7-го месяца нынешнего года. С учетом коронавируса и прочих негативных сопровождений для СТО мы еще не потерялись сам получить какие-то дивиденды. Этого шанса никогда нет. Шанс всегда есть. Я бы сказал так, что некоторые процессы могут пойти даже еще быстрее. И более четко можно будет это прогнозировать после 0-1, 0-7, 2020 года. Как пойдет размещение? Это очень сильным индикатором будет того, что можно ожидать по дивидендам. Формально можно их получить. Вопрос только в том, сколько получить, понимаете? Ведь вопрос-то в том, что если я здесь сижу, я в конце сегодня покажу одну таблицу, где есть некое предположение от портфеля, отталкиваясь от портфеля, который у меня есть, или у кого-то там есть, да? Там три сценария, три возможных варианта есть. О каких дивидендах мы говорим? О какой сумме? Понимаете? Одно дело просто получить и сказать, поставить галочку дивиденды. Если были на одну акцию, допустим, одна десятитысячная, там какой-то 0,01%, 0,01% допустим, и так далее. От номинальной стоимости. Номинальная стоимость 1 доллар. То есть на одну акцию очень маленькая сумма, а она может колебаться. Она зависит от того, какие будут доходные части, какая будет прибыльная часть. Поэтому, вот прогноз, я потом еще прокомментирую последний вопрос. Дальше ускорить подачу видеоролика в запись, да? Мы стараемся все делать для того, чтобы быстрее подать, не в записи, а в записи, да? Большинство не имеет возможности смотреть в прямом эфире, спасибо. Конечно, мы это делаем. Помощники зачастую снимают видеозапись, а официально видеозапись немножко затягивается. В прошлый раз у нас был вебинар, скажем так, первый, не плановый. На тот момент он теперь становится плановым, и максимально быстро будем это делать. И тезис, и естественно тоже. Так, нужны дивиденды в этом году? Всем нужны. И в 2021, мне и в 2020 год нужны. Тоже хочу купить авто и дом. Это кто-то сравнивает, что я тут размахивал шляпы и кричал, что я хочу найти дивиденды. Конечно, значит, и дом купить, и все. У вас пакет достаточно, я потом покажу вам. Значит, ваш прогноз по дивидендам. Но я уже тут сказал, я не буду кустал дычить дополнительно. Так что, вот таковы дела по этому поводу, дорогие друзья. Нормальный, на который у тебя звук. Так, сегодня запись будет на YouTube. Спасибо, Ольга. Когда будет выход на IPO. Значит, Людмила, выход на IPO. Вы знаете, выход на IPO сейчас, как бы, трудно сказать таким образом, что вот, ну, завтра выйдем. В любом случае будет после СТО. Понимаете? Ведь выход на IPO это не цель сама по себе. Те, кто следил, те, кто следил за тем, какую информацию гнал наши партнеры в лице, значит, там, руководителя другого фонда, да. То там уже обещали выход на IPO, там, 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 с тем бизнесом, значит, еще в октябре прошлого месяца, прошлого года, 15 октября. Не подумали люди, ну, как бы, не понимали, говорили то, о чем не разбирались, да. И цель выхода на IPO не сам IPO, а подготовка того, что нужно сделать, чтобы там быть результативным. Для тех, кто, значит, не слышал этого, еще раз вам повторю, что я, я лично имею жизненный опыт выхода на IPO с проектом развития большого после постсоветского предприятия двигатель в Таллине, с которым, где работало больше 4,5 тысяч людей, его пришлось абсолютно переформатировать полностью. И партнеры, значит, настояли на том, чтобы вывести на IPO через лондонскую биржу подготовить. Целый год готовили, год готовили, вывели туда, заплатили большие деньги, чтобы вывести на IPO. И через две недели все схлопнулось, потому что не имело смысла. Упали акции, сигналы пошли, что, значит, предложенная стоимость, и потом простояло еще где-то месяц или два, и, собственно, мы приняли решение, что надо закрыть и списать все расходы, убытки, что это не путь, через который привлекать средства инвесторов, понимаете, да. Вот. И поэтому тут надо очень осторожно действовать. Я когда-то, полтора-два года назад показывал, что нужно сделать для того, чтобы быть готовыми, или что является предпосылкой выхода на IPO. Вот. Если этого нет, лучше там даже не дергаться. Предварительные шаги делаются. Я вам скажу больше. СТО, это является, когда она пройдет, это уже предпосылка, так называемый, как предбанник будущего IPO. И возникнет вообще вопрос, а имеет ли смысл на IPO выводить, понимаете, тратить большие деньги и так далее. Может быть, можно будет что-то через СТО решить. Но здесь не моя задача это более подробно объяснять. Чтобы купить на дивиденды авто и дом, у вас должно быть несколько десятков. Вот-вот, Наталья, вы как будто подсмотрели мои эти самые, я покажу вам. Мои слайды подсмотрели. У вас есть хороший источник. Цена акций будет одинного при выходе на IPO. Да, конечно, не цена акций, а да, она выводится по номинальной стоимости. Выводится, а уже рынок, биржа, она отреагирует и покажет, какова стоимость. Фактическая предлагаемая стоимость. Большим плюсом является то, что мы с вами, друзья, делаем для IPO, понимаете. Когда выводятся на IPO акции, у которых 50 минус 1 акция уже реализованы, это большой плюс. Это все задумают. Плюс еще много проектов в работе. Чем больше, тем лучше. Плюс проведено, функционирует блокчейн-платформа. Это еще большой плюс. И так далее, и так далее. То есть, IPO сейчас закроем тему. Итак, вопросами мы кончили. Переходим к следующим. Друзья, какие еще плюсы и хорошие моменты здесь? То есть, ну, просто вот, ну, радоваться. Перспективу развития технологий. Я извиняюсь, тут технологии Skyway. Мы не имеем права в СУЕ называть эту технологию, эту инновационную технологию. Во-первых, смотрите, сколько плюсов. Новая инфраструктура, инфраструктура транспортной системы. То есть, как говорит генеральный конструктор, создается вообще новая отрасль. Новая отрасль в мире. Новая инфраструктура объектов недвижимости. То есть, линейные города. Какие-то новые районирования и умные города. Это абсолютно новые, значит, решения вообще городского пространства или пространства поселения. Это поселение абсолютно нового типа. То есть, это целая сфера тоже новая, кстати, которую можно делать только в том случае, когда функционирует новая транспортная, инновационная транспортная система. Если этого нет, если кто не слышал, то, например, я участвовал с двумя университетами в разработке 2009-2011 годов. Концепции поселения 21 века. И мы тему закрыли торжественно. Не знали тогда, значит, о том, что автор генеральной конструкции в Ленинске все-таки с этим системой работает. Потому что вывод был, поселение развивать не имеет смысла, ибо любое поселение, как правило, превращается в спутник какого-либо города. В отдаленной местности это вообще не имеет смысла делать, потому что отсутствует инфраструктура развития этого поселения. И я могу вам тут целые часами рассказывать, какие картины там все происходили, и какие исследования были сделаны. И те, кто пытались это делать, куда они пришли. Вплоть до того, что в Ставропольской степи чуть не перестрелялись там 17 семей, которые туда выехали делать поселения. Так, новая инфраструктура системы взаимосвязи. Да, коммуникация, это все световолоконные, новые, прочие другие взаимосвязи, абсолютно взаимосвязи системы. Позволяется транспорт, который позволяет тоже эти системы строить. Новая инфраструктура производства. Вот эти две вещи практически есть промышленные. То есть, фактически мы являемся локомотивом новой экономической революции мира. То есть, переход, но можно его назвать шестом технологическому кладу, о котором мы когда-то говорили. Тут можно по-разному. Кто говорит шестой, кто говорит другой. Суть не в этом. Новый, понимаете? И все. Мир уже, благодаря тому, что он уже меняется, а мы еще поможем этому. И без нас ему будет хуже меняться. Это инфраструктурный проект. Чисто инфраструктурный. Мы даже еще не осознаем того, что мы делаем. Дорогие друзья, даже гений Юницкого еще и все понимает. Хотя, может быть, и понимает, но не все говорит. Скорее всего, это так. Людмила, кто готовит документы для био? Готовит компания, которая приглашается. Компания, которая имеет. Ведь это не каждый с улицы может это делать. Это компания, имеющая свои сертификаты. И, по-моему, даже лицензии определенные должны быть. Могу ошибаться. Но, по крайней мере, компания, которая имеет для этого все компетенции. И она начинает это дело вести. Так, следующее. Ну, очень коротко. Просто хочу сказать, какой потенциал. Значит, когда смотрят об возникновении умных городов, то сегодня уже видят, что мобильность является самым приоритетным в этом. В ряду с другими критериями. И второе, что очень важно, то, что в 2020 году на развитие мобильности такая сумма в миллиардах евро по миру. В 2050 эта сумма увеличивается. То есть, в предстоящие 20-30 лет практически удваивается сумма. Это колоссальнейшие суммы. И поэтому, даже в какой-то степени на прошлых каких-то вебинарах я говорил, повторял высказывания Анатолия Завельевича Ленинского, что потенциал 20 миллионов километров наших, на основе нашей технологии трасс, я думаю, эта сумма даже может быть больше. Даже больше. Так, следующее. Ну, здесь тоже это из истории. Значит, что такое бизнес-проекте? 10 отличий, преимуществ. Об этом мы уже говорили с вами. Значит, хочу остановиться коротко еще раз. Значит, проект технологии инновационного транспорта. Сильные стороны слабости, важности, опасности. Не вдаваясь в подробности, сильные стороны – это все то, о чем уже говорили. Это материализация инвестиционных средств, так, есть, есть. Или она как бы капитализируется, материализируется. Надежность капитализации проекта. Ну, все основания есть. Эта таблица была составлена 2,5-3, почти 3 года назад. Добавилось только вот это красное. Все, это только подтверждает совсем все те истории прозрачных, которые мы являемся свидетелем с вами, что уже более длительный период. Кто новый, смотрите, что это так, дорогие друзья. Высокий дисконт залоговых акций. Был, и он все равно высокий, понимаете, как мне уже повторяюсь просто. Один знакомый сказал, что 1,20, 1,30 – это очень высоко, очень хорошо. Вы смотрите, как проект развивает. Широкий спектр инвестпакетов, народное кредитование, инвестирование и так далее. Значит, возможности, рост стоимости акций выше 1 доллара, ну, это так, обещание. Ну, это возможность есть. Многоуровневая капитализация, то есть капитализация на уровне изменения, возможного изменения выше номинального самой стоимости на рынке при выходе на IPO. Это первый уровень или один из уровней. Второй – это, значит, потенциальная возможность получения дивидендов. И получение дивидендов – это второй уровень. И третий уровень – это так называемая возможность применения ценных вот этих бумаг после вывода на рынок, естественно, для участия в различных проектах. Но это же самое, тут добавляется еще одно. Они могут капитализироваться через, еще через обмен, или, скажем так, продажу, и даже не столько обмена, сколько продажу и перекупку в токены потом, впоследствии. Если это рационально. Но это отдельная история, сейчас не будем об этом говорить. Вот, получение и рост дивидендов, участие акциями в предстоящих проектах, рост международной известности, расширение рынков, патентизирование и сертификация в стране адресного проекта, планетарная потребность в Skyway. Просто планетарная, и это только подтверждается и только растет. Понимаете? О слабости, отсутствии компетенции вывода акций на IPO у самих нет, поэтому тут надо обязательно пользоваться услугами. Закрытость создания внутреннего рынка, мы все время говорили об этом, пока это закрыто, и об этом тоже не сильно можно говорить, потому что сразу же подслушивают. Акции не имеют рынка до выхода на биржу, это слабость. Недостатки инвестплатформы были и есть. Недофинансирование проекта было, к сожалению, и есть. Консервативность банковских систем, которая вообще скоро схлопнется. Понимаете? Ведь что до сегодняшнего дня происходило и происходит? Между собой в мире правили балом практически с одной стороны банки, с другой стороны концерны, корпорации, большие производители, маленькие производители, неважно. То есть между ними вся игра происходила. Фонды стояли в стороне и смотрели. Что за фонды? Это социальные фонды, какие-то накопительные фонды. Даже, кстати, в выступлении, по-моему, если я не ошибаюсь, Путина было сказано, что есть фондовые деньги, мы пока не знали, как ими пользуются. Вот коронавирус, критическая ситуация, все. Мы теперь знаем, как обеспечить социально-экономические потребности общества в такой тяжелый период. Причем запасы там в фондах таковы, что их хватит достаточно на много действий. Поэтому мир меняется, и он уже такой не будет, какой он был. То есть банковские системы вообще сегодня практически, можно сказать так, как хорошо один человек мне сказал, я воспользуюсь его высказыванием. Не дословно, но примерно, что банки сегодня уже не нужны. Все банковские чиновники, которых там сотнями или тысячами сидят, их можно автоматизировать и заменить. Потому что банк, он просто как инструмент выхолощивания из людей денег. И он не нужен. Он будет, он совсем изменится, его функция. Не будем сейчас об этом говорить, об этом много людей говорят. Инвестор подключается к рынку с 181 дня после выхода на IPO. Ну это было. Здесь еще можно добавить кое-что по СТО. И сюда можно по СТО добавить. Возможности. Было риски. Смещение сроков, да, постоянно подтверждается. Риски различных противостояний. Постоянно подтверждается. Я могу целый, целый вебинар об этом говорить. Риски различных дубликаций, подделок. Тоже пытаются делать. Но здесь, как говорится, кто первым стал, того и сапоги. До тех пор, пока он их носит. Понимаете? То есть, кто впереди. Догнать очень тяжело. При, ну, при всех. Кто на рынке выйдет, тот и первый. Слабая правовая регуляция народного инвестирования инвестирования и прочих других финансовых дел. Правильно? Это очень, это опасность, которая, кстати, влияет и на то, что недофинансирование происходит. Заторможенность реглобализации, то есть, она могла бы идти быстрее. То есть, из городов люди бы, ну, это опять-таки хвост и клюв. То хвост завязнет, то клюв. Дело в том, что реглобализация пойдет быстрее. То есть, люди начнут рассредотачиваться и оптимизироваться будут, как бы, сообщества, живущие в городах. А те, кто желает на земле жить и в отдаленных малых поселениях, в малых городах линейных, они будут уходить из городов. Отставание мышления от процесса. Да, это тоже требует работы. Так, есть вот дивиденды, кто готовит за IPO, арабы. А, а за IPO? Нет, нет, нет. Там ни арабы, ни наши не готовят. Там есть европейская компания, которая, и она еще не готовит, она, скажем так, она сотрудничает и подготавливает рекомендации в процессе СТО, который проводит тоже совсем другая компания, ни арабы, ни в любом случае. Так, арабы смотрят со стороны. Теперь, дорогие друзья, информация для вас. Это схема, которой уже три года. Значит, проект, который у нас есть. У меня, у инвестора, я хочу с вами еще раз поднять эту схему. Есть два пути, как правило. С одной стороны, создают свой портфель акций и в какой-то степени токены, SW, Global Token, да. Я коперируюсь с кем-то там, смотрю, что где. Вхожу в Всемирный фонд Экопланета, который еще пока, он создан, но не функционирует, потому что требует отдельного внимания и финансирования. Вот, и не время ему сейчас, раз этот самый, но он даст возможности. Здесь человеку, который инвестировал и заинтересован в этом направлении. Активизация акций через проекты, активация или использование их, это возможно будет, скорее всего, или просто их, как бы, использование для залога. Вот, свои какие-то проекты. Индивидуальное участие в размещениях SW, Global Token. Вот, возможно. То есть, я в какой-то степени активный, но свой портфель акций и токенов набираю. Но, с другой стороны, есть первый путь. Создаю свой бизнес и свою структуру. То, о чем мы говорили по Роберту Киосаки и прочее. То есть, я втискиваюсь и усиливаю свою позицию в третьем квадранте, в верхнем правом квадранте, Роберта Киосаки, приобщаюсь к глобальному концерну или к глоберату, каковым является SkyV в данной ситуации. И это дает мне возможность здесь потом действовать. Дальше. Я формирую свою команду, повышаю свои компетенции, компетенции у них людей, получаю поддержку СВЦ, SkyWorld Community, веду бизнес-инвестора, предлагаю свои услуги и в SkyWay Community через его каналы и в Global Token, тоже через это. СРЦГ, Rial Capital Group и прочие дела. То есть, второй сценарий. Но их можно вместе сложить. И это будет только работать, потому что этот вариант, будет как бы дополнительным ресурсом для накопления моего портфеля акций. Оба работают на то, чтобы выйти на дивиденды и текущие выгоды от СТО, IPO и прочих дел. Понятно, да? То есть, это очень такая, ну как бы наглядная стратегическая. Я прошу очень ее внимательно использовать и подумать. Ты где находишься? Ты чем занимаешься? Ты как это дело вписываешься в это дело? Вот. И тогда только можно начинать говорить о том, что, значит, что ты делаешь. Каковы твои жизненные принципы, принципы как инвестора-предприниматель? Как ты квалифицируешься из третьего верхнего правого, значит, квадранта, в четвертый квадрант, квадранта Роберта Киаса, где инвестор получает уже пассивные доходы. А дивиденды там, машина, значит, дома, отпуск, поездки, поддержки, свои фонды – это только из пассивных доходов, дорогие друзья. И это возможно. Но, чтобы встать и оценить, посмотреть в зеркало, ты там должен что увидеть? Что сумма инвестиций, величина портфеля, принадлежность определенная у тебя, достойная, и ты над этим работаешь. Количество личных инвестированных программ, инвестиционных программ или пакетов – один, два. Но они есть. Ты постоянно поддерживаешь процесс того бизнеса, в который ты вошел, и хочешь в нем участвовать. Прочитано столько-то страниц книг в день. Сегодня, когда мы все сидим дома, или, скажем так, в карантинах, это очень хорошо можно над этим работать. И не нужно целую книгу в день читать. По 10, по 20 страниц в день, по 15 минут, и в год прочитано будет десятки книг. Я вас уверяю, я могу показать вам когда-нибудь те стопы книг, которые у меня в библиотеке есть, они все помечены. Я их в основном так и прорабатывал, и прорабатываю сегодня. Прослушал один плюс один вебинар в неделю. Провел столько-то встреч презентаций в интернете сегодня. Обеспечил 5 инвестиций, 10, 12 людей, которые пришли. Я подключил, сделал их более активными, более интересно им стало жить. Подключил еще. Участвовал в каких-то семинарах, как сегодня пока возможно. И так далее, и так далее. Установил цели на месяц. У кого из вас установлены цели на месяц? Поднимите руки. А, видите, как мало поднялось рук. Консультация по дублированию. Горизонталь и вертикаль структуры. Причем, ведь смотрите, как все рассматривают, что такое MLM, что такое. Это очень хорошо отработанный механизм, которым, если с умом пользоваться, он очень эффективный. Понимаете? И он вот как раз здесь работает. То есть ты задаешь свою структуру. Что это значит? Это значит, что ты задаешь команду, во главе которой ты стоишь. И с этой командой ты можешь выполнять любые задачи. Это твой взвод, твоя рота, твой полк, твоя дивизия, твоя армия. Все зависит от того, как ты ее выстроишь. И если вся другая структура отпадет, то она-то у тебя останется. Да, конечно, придется находить проект, находить продукт какой-то. Но здесь-то всего очень много. Тебе не нужна ни бухгалтерия, пока. Не нужно многих вещей, которые тебе система обеспечивает. И самое главное, дорогие друзья, быть положительным. И конструктивным, проактивным. А не ныть, искать какие-то выгоды и прочее. Хотя рассчитывать многое надо исследовать. И вот теперь на завершение сегодня я вот обещанные три возможных сценария. Поймите правильно, я не призываю, что вот выгоды, все это обеспечено, это точно получится. Нет, это расчет, дорогие друзья, чтобы понимать, сколько целесообразно иметь портфель. Другой вопрос, есть ли у тебя такая возможность. Я прекрасно понимаю доходы у всех разных. Мы живем в разных ситуациях. Но чтобы говорить о дивидендах, на каком уровне дивидендов можно говорить. Портфель 300-400 акций. Здесь номинальная стоимость, пакета такая, или, ну, скажем так, так называемая оценочная. Портфель полтора, здесь, извиняюсь, миллион пятьсот, немножко иначе. Ну, примерно так там будет, да? Вот, тут пятьсот должно быть, миллион пятьсот. Неважно. Портфель, значит, десять миллионов, здесь десять миллионов. Соответственно, в случае, если принято решение в Global Transport Investment, что, не извиняюсь, да, Global Transport Investment, что 20% не принято решение, а выделили 20% от прибыли годовой на привилегированные акции. Когда рассчитали, поделили эту сумму на все акции, которые находятся в руках, или все привилегированные акции, получилось, что на одну акцию приходится один цент. На одну акцию. Это хороший процент, это один процент. То, при таком, в твоем портфеле, ты можешь рассчитывать на такие, можешь рассчитывать, но это может быть в два раза больше, в случае, если два процента. Может быть, десять раз меньше. Это будет 378 долларов. Если это будет одна сотая. То есть, 0,01. 0,001. И так далее. Соответственно, здесь, вот уровень 3, 4 тысячи, 15 тысяч и 100 тысяч. Вот, более-менее, чтобы оценить, стоит, из какого ты портфеля можешь себе дом построить, там, машину купить и прочее дело. Понимаете? Вот. Я смотрю, что это очень хорошо отрезвляет, с одной стороны, с другой стороны, организует в своих планированиях. И тогда ты будешь очень четко понимать, надо ли что-то планировать, цели ставить на месяц, на квартал, на год. Казалось, вот какая занудная вещь. Но ведь вопрос в том, что если ты даже не продумал или продумал и сидишь, мечтаешь, это одна сторона делать. Если ты планировал, ты это зафиксировал. После месяца открыл, что там запланировал? Ой-ой-ой, как я пролетел. Судья себе ты. И тогда ты просто думаешь, да, теперь у меня, видать, это самое, я останусь здесь, а не сюда квалифицируют. Или я ничего не сделал. Надо поднажать, чтобы попасть в портфелье сюда. Это вот, ну, такая вот. И стратегистику установки для инвесторов в данном случае позволю себе вам предложить, что по возможности наращиваю свой пакет акций, пока это еще возможно. И я в прошлый раз говорил, что сейчас целесообразно рассматривать именно до СТО, а там ориентируемся. Ориентируемся на возможные перспективные выгоды и расчетные и расчетные выгоды и расчетные сейчас. Вот, ориентируемся на использование финансовых возможностей твоего портфеля, не спеши продавать акции или менять их, вот, и готовься к участию в размещениях СВ Global Token. Вот основные моменты, которые я хотел для вас сегодня привести. Ну, и как всегда, на завершение, какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать, что, как, когда, какой ресурс для этого имею, что мне для этого еще нужно. И дальше опять, что я буду делать, как, когда. И таким образом крутиться вот по этому кругу. Сегодня я, дорогие друзья, дальше не пойду. Благодарю вас за внимание, желаю вам всех успехов, берегите себя. У меня карантин заканчивается в воскресенье, вот, я его железно выдерживаю вместе с супругой, которая ко мне присоединилась. Поэтому, будьте здоровы, берегите себя. В следующий раз мы будем с вами говорить о переформатизации в мире, в планетарном масштабе. Но, не глобально, а как ориентироваться в этом процессе. Это очень важно. И, что это для нас значит, кто мы являемся соратниками этого проекта. Будьте здоровы, берегите себя еще раз. Будьте здоровы, и чтобы все ваши близкие были здоровы. А это значит, надо строить сковей, спасать планету. До следующей встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok